Сандра Булок Ведь Сандра предпочитает минимум макияжа Даже на красной дорожке до сих пор выглядит молодой и подтянутой Без сомнения, такую фигуру может похвастать далеко не каждая дама за 50 Сандра родилась 26 июля 1964 года в Штате, США Девушка не была единственной ребенком в семье Через 6 лет после рождения актрисы на свет появилась еще младшая сестра Джизи Сандра родилась в творческой семье, что не могло не связаться на ее воспитание Ее мать – оперная певица, а отец – педагог по вокалу Родители хотели, чтобы дочь пошла по стопам Девочка брала уроки вокала и училась играть на фортепиано Карьера пианистской или оперной дивы не привлекла Сандру Поэтому девочка делала все, что ее осела, чтобы не поступить в музыкальную школу Один раз в опере ей доверили маленькую роль, но Сандра сделала из этого цирк С того момента родители Джона и Хэльга перестали наставить на музыкальном будущей дочери В детство будущей актрисы пошло путешествия, потому что семья часто летала из Америки и Европы И обратно из-за гастроля поездок матери Они окончательно перебрались в Америку, когда девочке исполнилось 12 В школе другие дети восприняли Сандру как иностранку и игнорировали ее Девочке удалось переубить сверстников и склонить их в свою сторону После окончания школы Сандра хотела стать юристом Поступила в университет, но вскоре поняла, что ошибусь в выборах профессии И бросила вуз Будучи 22-летняя девушка с большими мечтами Сандра переехала в Нью-Йорк с надеждой стать моделью Правда, вместо этого пришлось работать официанткой-забегаловкой Помимо этого Сандра молодец работала барменом-гостеробщицей Дешевых в американском баре у Булок появилась новая мечта Стать популярной актрисой Сандра накопила денег и поступила на курсы актерского мастерства В Нью-Йорке на актерской карьеру молодой Булок не сложилось Поэтому она переехала в Лос-Анджелес Оказалось, непрасно Ее кинокарьера началась с нескольких ролей во время постановок Этого было достаточно, чтобы Сандре заговорили критики Положительные рецензии сделали свое дело Булок начали приглашать на роли в сериалах Ее первая серьезная работа комедия «Работающая девушка» Зачем еще три года затишье? 1993 года побил в сериале годы Актриса была задействована сразу в пяти картинках Одной из которых стал фантастический боевик-радрушитель Фильм не впечатлил ни критиков, ни зрителя Она взлетела на звездную Олимпу Девушка сделала роль в фильме «Скорость» с Киану Ривзом Новый виток популянции Сандре принесла роль в картине «Мисс», снятой в 2000 году В этом фильме Сандре удалось раскрыть полностью свой комедийный актерский талант Этот фильм собрал 2000 миллионов долларов в прокате Продолжение фильма не смогло повторить успех Картина «Столкновение» с бюджетом чуть больше 6 миллионов Стала хитом, а создатели получили сразу три Оскара Актриса не смогла устоять перед возможностью Играть романтические комедии Хрю Гранта Среди работ второй половины Главная роль в мелодраме «Дома у озера» с Киану Ривзом В грамме «Дурная слава» Тоби Джомсон В триллере «Пречувствие» Джулиана Мэклин Фильм «Невидимая сторона» оказался добрым и трогательным Зрители и критики по достоинству отценили эту картину В 2013 год принес актрису сразу два фильма с главными ролями В комедии «Коп и Юпок» Сара приворотил секретного агента Который вместе с напарницей должна банду наркотиков обезвредить Партнершей Буллок стала Мелисса Маккарти Несмотря на успех картины, Сандра Буллок выразила Сомнения в своей участии в создании «Сквиклина» 20 лет Сандра Буллок вышла замуж за актера Жанна Винсента Но их брак был коротким Тот период в жизни актриса старается не вспоминать Теота Донона, с которым Сандра познакомилась на съемку любовного напитка Она считала мужчиной мечты Разрыв пережила тяжело Долго выходила из депрессии Ее биография полна молодых и зрелых мужчин Одним из которых стал Райан Гослин Но все романы закончились разрывом В 2004 году Буллок вышел замуж за Джесси Джеймса Который вел шоу «Гараж монстров» В 2010 их семье появился приемный сын Луис Весной того же года пресс заговорила о безменах Джесси Актриса подала на разбор В июне 2010 года пара распалась После выхода фильма о предложении Ходили слухи о романе Сандра с актером Райаном Эта информация яро отрицалась обеих сторонами Но после расставания актера со Скарлеттом Отношения партнера по фильму перестали быть столь секретным Правда продлилась очень недолго В 2015 году в прессе появилась информация О измене личной жизни актрисы Новым возлюбленным оказался поток Брайан Рэндал Об их романе заговорили после того Как Сандра провела Брайана на свадьбу Буллок свободно владеет английскими и немецкими языками Что неудивительно, так как мать Сандры немка Актриса активно занимается благотворительностью Она является одним из самых крупнейших спонсоров Красного Креста И два раза жертвовала по миллиону долларов в этой организации В марте 2018 года Между родной и таблоидой Новостью о тайной свадьбе Сандры Буллок и Брайана Рэндалла Несмотря на то, что официальные извещения от представителей актрисы И самого фотографа не было Репортеры усмотрели на совместное фото влюбленных У Сандры Буллок есть своя звезда на Аллее Славы в Голливуде Актриса появляется на экране нечасто Сандра может позволить себе выбрать сцену на свой вкус Последним проектом с участием Сандры Буллок Стала женская адапция «Одиннадцать друзей» Оуш Сандры Буллок Продолжение следует...